Готовы ли регионы к весеннеполевым работам? Как в 2016 году будут поддерживать аграриев и насколько Россия самостоятельна в плане обеспечения продовольствия? Об этом накануне говорили в Чебоксарах. Окружное совещание провел полпредпрезидентов ПФО Михаил Бабич. Ситуация в сельском хозяйстве России больше зависит от погоды, нежели от положения в экономике, говорят специалисты. Так, в кризисные 2008-2009 годы на фоне снижения темпов во многих отраслях агробизнес продемонстрировал устойчивый рост. То же самое происходит и сейчас. В настоящее время для сельского хозяйства сложились достаточно оптимальные условия, связанные с импортозамещением, связанные с введением санкций, когда сегодня востребована продукция отечественного производителя, когда сегодня серьезное внимание на всех уровнях уделяется мерам государственной поддержки. И с федерального уровня, и с регионального развития сельского хозяйства. И мы видим по итогам 2015 года, что сельское хозяйство демонстрирует устойчивый рост. В 2016-м, несмотря на экономические трудности, господдержка агропромышленному комплексу увеличивается на 7%. На эти цели в российском бюджете заложены 237 миллиардов рублей. В 2015-м закладывали 222 миллиарда. Однако такой поддержкой не так просто воспользоваться. Пример – льготные кредиты. С момента повышения ключевой ставки банками были ужесточены условия и порядок выдачи кредитов сельхозпроизводителям, которые рассматриваются банками как высокорискованные заемщики. В результате введения крупнейшими банками, Росельхозбанком, Сбербанком, обязательной процедуры согласования с главными офисами вопроса предоставления кредита, сроки рассмотрения заявок зачастую существенно затягиваются. У нас есть примеры, когда рассмотрение заявок составляет от 2 до 7 месяцев. В результате предприятий и предприниматели обращаются в региональные банки, которые не получают бюджетных средств, как институты развития, но предоставляют в этом плане более гибкие условия кредитования в сфере АПК. Такие кредиты обходятся аграрием дороже. Глава Чувашии Михаил Игнатьев озвучил еще одну проблему кредитования – отсутствие качественной залоговой базы. Отсенчики, которые внутри банков, отценивают имущество, которое ликвидное было два года назад, три года назад, еще ниже. Есть по нашим отдельным предприятиям, когда они и так закредитованы, не могут оформлять кредиты, а залоговая база еще уменьшается. Михаил Бабич отметил, банкам необходимо разработать для агрария специальные кредитные продукты с учетом специфики заемщиков. Что касается предстоящей посевной, то по данным на 16 февраля 6 миллиардов кредитов Ростельхозбанк уже выдал. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы до конца первого квартала порядка 6 миллиардов дополнительно еще выдадим, ну и обеспечим, по сути дела, начало проведения весенней полевой кампании. О необходимости оперативно изменить механизмы кредитования говорили накануне и в Мицельхозе России. Сельское хозяйство – одна из ключевых составляющих национальной безопасности. А как известно, что посеешь, то и пожнешь. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика.